Братан, мы в течение часа запрашиваем помощь. Нет, это не у меня, у него. Никто нам не пришел, ты понимаешь? Вот сожгли БТР, БРДН на наших глазах, и мы им помочь не можем. 80 где-то, 80-70 метров вот так вот, рядом стояли. Это одно. А второе, запросили ЗУ, запросили вертолеты. Нам федералы, нам федералы что сказали? Нелетная погода. А сейчас вот, надо высокопоставленное лицо, вот сейчас сколько время? 34 минуты 10-го вертолеты летают. Это как, погода прояснилась или что? Туман рассеялся. Для кого он туман? В наших глазах это не туман, это предательство натуральное. Я любому могу глаза сказать. Я сегодня час сидел, втроем мы сидели, вот эти секунды считали, когда нас сожгут. Мы приготовили уже все для себя. Мы живым не хотели сдаваться, настрой был. Серега, я и Вадик. И мы ждали. Либо муху, либо шмеля, либо еще что-то, либо граник хороший. Командир рядом лежит, а мы его вытащить не можем. Вот это вещь была. А то тут с шапками приезжают с большими, я без прикрытия пойду. Как, вот тут вдруг, это, по-моему, что глобал ввели на... Был. Когда приехали, приехали, вот, в президентский дворец, вот тут, где залгай, вот тут дворец, тут по изборщикам сидят, мы. Заехали туда, мы только, ну как было так? Послали двух снайперов, мол, засаду туда, наночку, и одного автоматчика, засаду. Приехали туда, там, помочь глобал нам. Он вообще... Глобал. Глобал. Да. Вот. Он, например, хотел, бля, выйти, ну, азик подъехать нам к Бетру. Все, нет, ну, Бетру заведите, да. Да, нам, что Бетру, вот, нет. Я выдумал, ну, азики, вот, этот вазик, поэтому задавали на вазики. Вот, вот, ел вазик, ехал за найму. Ехали, еле-еле. Мы, говорит, привезли нас туда, на северную. Даже ребятам спасибо не сказал нам. Посмотрел, как наш, ну, я не знаю, как нам выдало, наверное. Глобик, а когда нас у дома правительства подставили хорошо, да? Две ночи выбросили, как котов помоили. Когда там подъезжал, амон, подъезжали. Да, омоновцы стреляют чеченские, убегают, а нас подставляют. А потом... А когда митинг разгонять, омоновцы опять начинают стрелять в нашу сторону. Сначала по ним, потом по нас, и нас подставляют, чтобы мы спровоцировали, чтобы мы огонь открыли. Шакалы. Нет, мы сейчас подошли, именно сейчас командка пошел, подошел к толпе. Тут все продажное правительство. Все. Это отмывается, нефтедоллары, и очень большие. Нет, я рассказал, что я видел. Я тоже видел. И когда разбивали нефтевышки, то же самое видел. Чужие нефтевышки. ОМОН. Кому-то надо было заработать на них. ОМОН тут походит. Чеченские, вот они нам говорят, мы подошли к толпе нам. Они маской подошли, в форме нашей, но он маской к нам. Начали говорить им по-русски. Они вот говорят, ребята, уезжайте, что вы тут с нас? Солдаты, блядь, давайте езжайте домой. Потому что они приняли нас. Твой чеченский ОМОН приняли за нас, Арсиям. Уезжайте, мы не будем вострелывать. Только езжайте домой. ПСБ вообще никуда не смотрит. Нас уже предупреждают по рации, что наша сегодня комендатура будет обстрелена. Это вообще посторонние люди нам передают. Они сами ППСники, чеченский ОМОН, чеченский ППС, говорят, чеченский ОМОН. Ребята, вы были там, когда около 200 завоеваны? Они сами говорят, мы знаем, кто тут Дудаевец. Они сами говорят, вот этот мент чеченский, это сам Чеченский говорит, вот это мы завоевали за Дудаева. Мы знаем его, но то не боимся нас. Это кланы работают, просто-напросто бабки отмывают. Друг от друга. Имеют что-то и всё. Ужасно, конечно. Да какой ужас. Вовчик, это подставка натуральная, просто-напросто. Нас не считают ни за что, вот и подставка. А мы, господи, спишут по боевым. Как и в Афганистане. В Афганистане там явный противник виден был. А тут ты ему улыбнулся, а он тебе в харю заряд запустил. На самом деле, приехал Паша, Мосседес, который сказал, что всё нормально тут. Ребята, я в любых условиях с кем поговорю, но всё тут хорошо. Обстановку контролируем. Обстановку подконтролена. Свою задницу дивизии прикрыл и ушёл. Инспектировать дальше поехал. Водку жрать. Мы не могли проехать. Тут везде стали десантники, ОМОНы, милиционеры стали, строящие службы. Везде всё было сыпать. Нас даже не пропускали. Нас даже не пропускали. Тут столько стояло народов, столько войсковиков, столько боевиков наших, российских нас. А когда мы запросили помощи, никого не было, вообще никого. Вертушки не летают, повода плохая. Ночью можно летать, повода хорошая. Но днём нельзя лететь, бомбить нам, помочь. Артиллерии не дают, ничего не дают нам. Не знаю. Да что, то снарядов нет, то патроны закончили, то у кого-то рация сломалась из руководства. Он ничего не слышит. Хотя он слышит, но он глухой в это время становится. Абсолютный глух. У него уши закладывают. Ему, наверное, то, что ребята гибнут до лампочки. Те, которые передачи, я верю, конечно, это не взору, что осталось. Ну и попсов, почему-то, не знаем, верю нас. Я считаю, те, кто очень не врут нам, это не взору, который ничего не боится нам. Попсов нам. Потому что мой бывший командир спецназа, с ним, ну, как мы с тобой разговариваем, так вот с ним разговаривал при Балтике. Я считаю, это человек, это Глеб нас, человек, который действительно ничего не боится нам. Дай Бог. Не с той стороны, как показано в телевидении наш. Они не спят.